Девушки отдыхают Олеся! 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 Олесь! Олеся! Мы уже час ходим. Но была бы она здесь, уже давным-давно бы ответила. Это бесполезно. Может, тогда в поселок вернемся? Вдруг она уже там? Пожалуй, ты прав. Ну что, ребят, придется возвращаться. Сейчас мы ее не найдем. Погодите. Алексей Сергеевич, там вроде какой-то свет. Вон там. Ну-ка, 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 за мной. Погоди. Е-мое. Это что? Нет, нехорошо. Ну-ка, 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 ну-ка. Макар! 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 Пора прекращать этот бардак. Так, Сереж, во-первых, во-первых, не греми. Во-вторых, не бардак, а это творческий беспорядок. Кстати, Серег, ты когда-нибудь пробовал печенье с огурцами? Чего? А я вот вчера отведал. Отличное сочетание, хочу тебе сказать. А все потому, что магазин здесь не работает. Машина сломалась. А телефон вот… Кстати, где телефон? Что это? Это книга, мой друг. Великого писателя Итана. Вот ты верно заметил, что я твой друг. Ты только не обижайся, но твоя депрессия достала всех. Даже уборщица сюда отказывается приходить. А соседние арендаторы, извини, они уже беспокоятся о твоем душевном состоянии. Так, а где твой чемодан, а? Макар! Мы едем в пансионат. Не-не-не, Сереж, ты чего? Никуда я не еду. Ты что? Смотри, как мне тут хорошо. Да это, собака-то в пансионат не пустит. Я заодно и присмотрю. А, ты решил с Осей здесь пожить? В офисе? Тихо-тихо, подожди. Кстати, а где это твое животное-то, а? Ося! Слушай, Серег, не ори так, а. Я не ору. Ось! Ой. Здравствуйте. Ну, слава богу. Ну, кто там еще, блин, а? Мама? Ух ты. Ой, мама. Мам, а что ты здесь делаешь-то, а? Я? Это ты куда пропал? Я три дня звоню, недоступен. Поехала домой, говорят, что ты там вообще не показывался. Хорошо, вот… Соседка. Соседка, да. Сказала адрес офиса. По интернету прочитала? Да, по интернету. А что вообще здесь происходит, а? У него депрессия. Так, помолчи ты, соседка. Мам, что ты здесь делаешь? Я… Понимаешь ли это, я тут немного влипла. Ложилась в одно дело. Я лишилась квартиры. Я поживу здесь у тебя. Живи. А мы это, в пансионат едем. Ага. Точно, в пансионат. Ну, а ты тут как раз там за собакой присмотришь. Ага. А ты иди, осмирайся. Извините, барышня, за беспокойство. Меня зовут Олег. Я художник. Тут работаю. А можно я вас провожу до остановочки, а? Проводите. А хотите, я напишу ваш портрет? А что? Да нет. Мне очень удаются женские портреты, все говорят. Правда? Даже Зураб Церетели и тот, впрочем, это не важно. А давайте подурайся в монетку. Доверимся монетке, и она нам скажет… Орел и решка. Орел и решка. А, решка. Ну, собственно, прошу вас, сегодня в удобное вам время идти на какую-то сессию. Я подумаю. Какой адрес? Мой адрес? Не дома, не улица. Мой адрес. Может, не важно? Ну, по чесноку я, я очень известный художник в узких кругах. Очень интересно. Ну, правда. Сейчас, извините. Алло. Я приехала, вообще-то. Извините, тревога. Лилечка, прости, привет. Я не заметил, как ты подъехала. Куда уж заметить-то? Ты был так прям занят. Садись, пожалуйста. Боже мой. Что, ты обиделась, что ли? Ну, ладно, Лилечка, ну, хорош. Ну, мы же договорились с тобой, раз и навсегда. Я художник, я должен общаться с красивыми людьми. Ну, они это одно, а ты же совсем другое. Ты моя семья. Скажи лучше, как Федька. В лагерь уехала. Хорошо. А давай махнемся, не глядя, а? Поролишь? Ты же давно хотела. А сейчас самое время. Ну, давай. Давай. Слушай, тут крапива, осторожно. Проходи. Ну, с Богом. Так, осторожненько здесь. Все-таки лесная дорога. Лилечка, смотри, вопа умоляю. Потихонечку, Лилечка. Стой, тормози! Ты что делаешь-то, а? Тебе надо было меня пропустить. Правила, что ли, забыл? Помеха справа, все просто. Шеф, извини, жена первый раз за руль села. Извини. Нашли, где полигон устраивать. Ну, чего ты стоишь? Давай назад сдавай. Черт. Кто мне сказал, что ты вообще можешь водить машину? Давай, выходи. Ты же ни на что не способна, только борщи варить. Прости, я же не специально. Специально, не специально. Сейчас какая разница? На шею села мне, и ноги свесила, и едешь. Ты сам хотел, чтобы я дома с Федькой сидела. Так быстрее села уже! Ой… Иди вон, поздоровайся с сетей Верой. Вечером они все на праздник идут, можешь присоединиться. А ты? У меня дела. Да, да-да-да, бронь сделали. Минуточку. Ален, я туда-обратно, и там часа два, окей? Ну, ты к четырем-то вернешься. К трем буду. Мне же еще слова повторять. Ну, давай. Простите. Да-да-да. Женитесь, да. А вы, случайно, где вы нас будете заселять? А, нет, вам сюда. А, жаль. Добрый день. Да, здравствуйте. Чем могу быть полезна? Мы сюда попали. Ой, сертификаты. Поздравляю, вам повезло. Наш пансионат Пригожина — самый лучший в Подмосковье. А вас зовут? Сергей. Сергей. А вас? Макар. А меня Алена. Очень приятно. А, ключики. Сейчас, секунду. Спасибо. Можно мне? И вам, да, тоже. Спасибо. По коридору направо. Я голая стою у ваших ног, но голая не значит без одежды, средь будничных обыденных тревог. Я ваша вся, как нынче, так и прежде. Стоп, 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 стоп. Свет, ну ты что, как первоклассница на утреннике? Ты ж в любви признаешься. Где страсть, где трепет. Гриша, я тебя попросила оценить мое стихотворение, а не мои актерские способности. Всем привет. Здрасте. Здрасте. Лилечка, располагайся. Тебе, наверное, нужно принять душ с дороги. Свет, Гриш, вы обещали мне помочь в огороде. О, нет, я не могу. Мне надо пьесу дописывать. Я тоже не могу. Мне нужно срочно переписать поэму. У меня вдохновение. Вы обещаете третий день. Да куда денутся ваши грядки? И потом мы что, рабы? Гриш, моя сестра стала невыносимо последнее время. Это у нас семейное. Мы все нахалы и все не любим копаться в огороде. Так что я тоже пошел. Ну что, пойду полоть сама. Сейчас вещи брошу и помогу вам. Ну ладно. Что ты здесь устроила, бадуар? Твои вещи должны вот так вот здесь лежать. Увести себя немедленно. Сейчас, сейчас, сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я директор пансионата. Чем могу я вам помочь? Ух ты, какой сервис. Понимаете, у вас не вай-фай, одно название. Все время вылетает. Да, да, я в курсе. Завтра придет утром мастер и все исправит. Завтра. А может есть что-нибудь почитать? Да, у нас есть библиотека. Алена вам сейчас поможет с этим. И, кстати, у нас сегодня вечером праздник. Будем рады вас видеть. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. У нас, у нас есть библиотека забытых книг. Ух ты. Библиотека прям александрийская. Ну, мы стараемся. Ой, хороший выбор. У вас есть дети? Пока нет, но, надеюсь, будут. Спасибо. Алло. Да, да, да. Рита, 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 а ты где? Времени уже половина четвертого. Я, я скоро буду. Алло, Рита, ты почему шепчешь? Ты, ты вообще где? Алло. Алло. Добрый вечер, наши дорогие постояльцы, а также жители поселка и дачного кооператива. Мы очень рады приветствовать вас у нас и надеемся, что вечер будет интересный. Хорошего вечера. Где Рита? Кто это? Илья Евгеньевич. Аниматор. Илья Евгеньевич, можно вас на минутку? Что? Рита пропала. Как пропала? Пойдем, тихо-тихо-тихо. Серега, я на минутку. Ага. Здрасте. Что такое? Куда пошла? Илья Евгеньевич, Илья Евгеньевич, вы же знаете Риту, она никогда бы так не поступила. Она обещалась в три прийти. Здравствуйте. Ольга Константиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Константиновна, она же ни слов не знает, ни конкурсов не знает. Да при чем здесь конкурсы? Подождите, подождите. Просто дело в том, что я же ей звонила в начале четвертого. Так вот, мне показалось, что она ведет себя очень странно. Она была очень-очень сильно напугана. Илья Евгеньевич, что делать? Ну, успокойтесь, я прошу вас. Извините, меня зовут Макар Илюшин, я частный детектив. Я край муха услышал ваши разговоры, могу помочь. Давайте мы отойдем в сторону. Добрый вечер. Скажите, во сколько куда ушла Рита? Она пошла в парикмахерскую красить волосы. Угу. Во сколько? Она ушла как раз, когда вы с вашим товарищем заселялись. Так, в час сорок. Да. Надо узнать, дошла ли она туда. Так, послушайте, я сделала звонок. Посидела еще часок после звонка и побежала в парикмахерскую. Так вот, говорю, где, чего? Они сказали, что без пяти три она уже от них ушла. Угу. Спасибо. Вот. Мне кажется, что вам нужно уже идти в полицию. Алена, ну, прошу вас, успокойтесь. Все, успокойтесь, мы во всем разберемся. Сейчас пойдите и обзвоните все больницы в радиусе тридцати километров. Простите, я бы тоже хотела помочь. Помогите, Алене. Я прошу вас, без паники, она нам сейчас ни к чему. Илья Евгеньевич, на пару слов. Угу. Спасибо. Ну, что? В Никольскую не поступала. Ну, как там? Удалось что-нибудь выяснить? Да мы прозвонили в морг. Все больницы в окрестности. Даже в Никольскую позвонили, хотя она за пятьдесят километров от нас. Слушайте, может, по чаю, а? У меня уже в горле пересохло. Давай. Точно. Я думаю, где я вас видела? Здравствуйте. Здрасте. Это вы меня сегодня чуть без капота не оставили? Простите, я просто второй день за рулем. Как-то неловко получилось. Извините, правда. Да нормально. Звоните, звоните. Илья, скажите, с Ритой действительно могло произойти что-то серьезное? Надеюсь, что нет. А вы ее хорошо знаете? Нет. Я муж Ольги. Директора пансионата. А Риту знает точно так же, как и любого сотрудника. Я ведь живу здесь. А работаете? Работаю в Москве. И как вот по пробкам каждый день? Привык. Ольгу сюда позвали. Директором. Она ведь местная. Родом из поселка. Ну, ты видел? Видел, что она творит? Здрасте. У нас ЧП произошло. Пропала девушка. Ушла из пансионата и не вернулась. Здрасте. Когда пропала? Как? Сколько лет? Двадцать пять лет. Зовут Рита. Сегодня пошла в парикмахерскую и пропала. Сегодня днем? Да. Но прошло всего несколько часов. Мы так рано заявление не принимаем. Понимаете, просто Рита должна была вернуться в пансионат. Вести праздничный вечер. Она анимар. Но она не вернулась. Рита очень ответственный человек. Просто так не прийти она не могла. Граждане, я вам еще раз повторяю. Мы не принимаем заявление о пропаже граждан в тот же день. А теперь до свидания. Подождите. Мы никуда не пойдем, пока вы не примете заявление. Если вы сейчас же не уберетесь из отделения, я вызову наряд. Пойдемте, мы теряем время. Пойдемте в парикмахерскую. Там есть ларьки, магазины. Может быть, кто-нибудь видел Риту? Я сообщу начальству, какие здесь ценные кадры работают. Всего доброго. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Все в порядке у вас? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы? Все хорошо? Все хорошо. Спасибо большое. Я не прогуляюсь. Спасибо вам. Добрый вечер. А как вам программа в этот раз? Вы меня не помните? Я Катя из поселка. Мы познакомились в прошлом году на закрытии сезона. Простите, у меня просто плохая, плохая память на лица. А, я поняла. Вы знаете, мне кажется, в прошлом году конкурсы были намного интересней. А вы как здесь? В первый раз? Да, впервые, так сказать. И как вам наш пансионат? Нравится? Нравится. Вы знаете, здесь изумительный воздух. Сейчас езды от Москвы, а дышится, вы знаете, так легко и свободно. Я тут ездила к подруге в Москву на электричке, а когда возвращалась назад… Простите. Да, конечно. А когда возвращалась назад, пришла в пансионат на праздник. Вот. И когда возвращалась с праздника, вы знаете, шла через лес и заснула прямо в лесу. Мама говорит, это от кислородного голодания. То есть, в Москве газами надышалась и потом… Да, спасибо, да. Так, учет. Простите, это ваш Ларюх? Илья, извините, понимаете, тут такое дело. У нас девушка пропала, ушла из пансионата и не вернулась. Может, видели ее? Покажи фото. Вот. Сейчас. С длинными волосами. Брать будете что-нибудь? Спасибо. Вы ее не видели? Я не справочное бюро, я просто Ларек. Да. Неужели вы не понимаете? Человек пропал! Молодой человек, вы вообще себе что позволяете-то, а? Так, все, тихо-тихо, успокойтесь. Вот, возьмите два карандаша и ластик. Да, видела. Часа в три она пошла вот туда вот, к лесу. И мужик за ней шел такой маленький, ну, лет сорок пять, наверное. Я его запомнила, он у меня утром печенье брал. Ну, бывший зэк или может, освободился только. А как вы поняли, что зэк? А я три года тут работаю, всех тут знаю уже. Мужик, догнал ее? Ну что, он ее догнал, ругались они сильно. Ну, а вы что, не вмешались? А потому что я не полиция, чтоб вмешиваться. Илья, успокойтесь, скажите, что дальше было? А дальше у меня клиенты пришли, я работать начала, извините. Девушка, приятная дама. Надо в лес идти. Илья, здесь нужна поисковая группа. Ну что, мы будем стоять, ничего не делать? Илья, вы поймите, мы в этом лесу до утра будем. Что ж за человек такой, а? Вы были правы, ничего не видно. Лучше завтра утром пойти. Надо будет обзвонить всех родственников и близких, может, она кому-то звонила. Она мало с кем общалась, в ней работы. Родных у нее не было. Понятно. Это чей? Тихо. Стоп. Могут быть отпечатки. Это кровь? Да. Там что-то светится. Да. Ты думаешь, они найдут того, кто убил эту? Послушай, Серега, найти человека с такими приметами вообще не проблема. Знаешь, если поговорить с местными бандосами, они наверняка его узнают. Узнают, но не сдадут. Пусти. Но это смотря как поговорить. И вообще, я думаю, что это не наш клиент. Слишком сентиментальный для зека, Сереж. Цветы, свечи, волосы отрезанные. Который, кстати, убийца наверняка с собой забрал. В качестве фетиша? Может быть. Маньяк? Вполне возможно. Значит, жертвы еще будут. Или уже были. Прости. Красивая пара. Серег, не верь всему, что видишь. Иногда за этим красивым фасадом такое скрывается. ПОСТУЧИВАНИЯ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Илья... Илья, просыпайся. Просыпайся утром. Ты опять принимаешь таблетки? Это только вчера из-за Риты. Мне было так плохо, у меня тряслись руки. Я думала, я задохнусь. Мне кажется, меня тоже убьют. Успокойся. Успокойся, все хорошо. Тебе ничего не угрожает. Все хорошо. Доктору. Оль, надо показаться доктору, пока приступы не стали повторяться. Я не хочу показываться доктору. Я хочу найти убийцу Риты. Мне кажется, что он снова вернулся. Если завтра приступ повторится, мы пойдем к врачу. У-у-у. У-у-у. Доброе утро. Здравствуйте. Макар, можно вас на пару минут? Серега, где я догоню? Угу. Я слушаю. Макар, скажите, вы занимаетесь расследованием убийств? Ну, вообще-то, мы специализируемся на пропаже людей, но в некоторых частных случаях… Это частный случай. Этой суммы будет достаточно для того, чтобы вы взялись за дело Риты? Вполне. Только я не пойму, вам-то это зачем? Видите ли, моя жена очень беспокоена тем, что гостям пансионата грозит опасность. Угу. То есть, получается, она так беспокоится за гостей, что готова выложить кругленькую сумму? Да, мы готовы потратиться, если речь идет о репутации пансионата. Что тут неясного? Вы беретесь или нет? Хорошо. Один вопрос. Вы не знаете, где у вас тут местные собираются? Раньше вечерки? Сейчас не знаю. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вы нормальный. Отпустите вы меня! Да поставьте вы меня! Тихо! Да я вас спасал. Да не на обмен спасать! Да уж и тонуешь. Да я не тонула, а тренировалась. Извините, я из нас просто испугался. Я думала, мне легче станет. Вчера все это… Я не знаю, я не понимаю, как можно было человека убить. И она такая молодая, понимаете? Как вообще можно кого-то убить? Она ходила, говорила, встроила планы. Лена, все, все хорошо. И успокойтесь, знаете, в мире много несправедливости. Ну и нам надо как-то жить в офисе. И все в этом. Все хорошо. Все хорошо. Ну? Ой, простите меня. Я… Я не хотела. Как это неловко получилось. Да все нормально. Я думаю, это будет нашей маленькой тайной. Да? Хорошо. Спасибо вам. А тут целый день, как струна, теперь полегче. Все хорошо, Лили. Ириш, налей. Вы тут вчера посуды набили на тысячу рублей. У меня шеф из зарплаты вычел. За ваши штрафы я расплачиваться не собираюсь. Нальешь? Налью. Давай, стерва. Дай, закуси чего-нибудь, сваргань по-быстрому. Давай, давай, Ирина. Ну, живее! Здорово, пацаны. Слушайте, у меня к вам дельце есть. Ты кто такой? А, я Макар. Мне тут один человечек нужен. У него татуировки в виде персней на пальцах. Ну-ну. Вчера тоже Лиговой приходили. Шел бы ты отсюда, пока ноги ходят, а? Мы своих не сдаем. Тихо, тихо, пацаны. Вы поймите, ему мокруху шьют. Вам-то это зачем, а? Так он же нас на фон берет! Э-э-э, ну че? Тихо. Ну че, закусили? Злые какие-то все стали. Угощайтесь. Сильно он вас, да? Да. Спасибо вам. Здорово вы их. На этих уголовников и права нет. А что, полиция? Да что полиция? Хозяин их боится, заявление не пишет. А нет заявления — нет дела. Да. Ну ладно, спасибо за кофе. Макар, я знаю, кого вы ищете. Только, пожалуйста, не говорите никому, откуда вы узнали. Хорошо. Его зовут Антон Борисюк. Он сидел несколько раз. Последний раз. За изнасилование. Вот как. А где жают, не знаете? Я вам нарисую. Ах ты гад, а! Стоять! 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 Ах ты гад! Зачем убегал, а? А это он первый начал уходить. Кто он? Ну, ржавый. Это его тёлка же на меня насмечала. Да, что я его отметил. Какой ржавый! Что ты, Вась? Ладно, всё, затмись. Разберёмся, пошёл. Пошёл, я сказал! Зам, зам! Стоять, кому можно бабочек ловить? Больших. Так, что здесь? Так, всё хорошо. Слушай, не надо было всё-таки переодеться. А она мне заживает, как всё, как на собаке. И где тебя носит, а? Там, между прочим, на тётю Веру кто-то покушался. Ей стало плохо сердцем, вызвали врача. Может, я могу чем помочь? А вы что, врач? Это Сергей, он частный детектив. Он действительно мог бы помочь. Угу. А рыба-то где, детектив? Просто, Сергей подумал, что я тону. Он полез в воду за мной. Лиль. Ладно, всё понятно. Пошли. Ну, вот и всё. А больше получается, что я ничего и не знаю. Ясно. Вот здесь напишите, с моих слов записано верно, здесь распишитесь. Позже с вами ещё следователь поговорит, когда приедет. До свидания. До свидания. Принимайте. Антон Борисюк, я слышал, вы его тоже ищете? Мне повезло больше, хотя, мне кажется, везение тут ни при чем. Да не убивала я, гражданин начальника. Она меня отшила, я сбрыкнула. Ну потом, ничего, остыл, тёлка убежала, а я чего? Я радовал потом? Мне ж три минуты там всего было париться и идти. Три минуты принял меня за полицейского, свалить хотел. Так я думал, кипиш из Доржавого. Я не убила, гражданин начальник. А что вы у него делали? Я? Подождите, вопрос не ко мне. Вы его допрашиваете? Его успеем. А вас я предупреждаю. Будете лезть в следствие, задержу. Задержу. У вас все? Свободны. Рассказывай. Проджавого? Тетя Вера, все хорошо, успокойтесь. У вас пульс в порядке, все хорошо. Хорошо. Все-таки показалось вам, тетя Вера. Ну кому надо вас убивать? Ну что значит показалось? Я же сама видела эти следы. Господи, ну сколько можно? Фу, какая гадость. Тетя Вера, вы как? Да ничего уже. Спасибо. – Здравствуйте. – Здравствуйте. Это Сергей, он частный детектив. Сидите, сидите, тетя Вера. Вам вредно волноваться. Если хотите, можете рассказать ему, что с вами случилось. Он может помочь. Я к себе пошел. Ну что ты, Лилечка, ну какой частный детектив? Ну что народ смешить, да? Мне, наверное, это показалось. Да. Да, скорее всего показалось. Спасибо большое. Ничего не надо. Не надо ничего. До свидания. Тогда я пойду. Вы извините. Нормально. Мы вас задержали. Всего доброго. Я провожу. Лилечка, подогрей, пожалуйста, суп. А то я проголодалась. А я сейчас. Тетя Вера, вам нельзя. Мне хорошо уже. Все, мне хорошо. Сергей! Подождите. Простите меня, что я вас так резко выгнала. Да все нормально. Я действительно хочу, чтобы вы нашли того, кто сбросил на меня эту доску. Ну что вы смеетесь? Знаете, какая она тяжелая? А что вы сразу не согласились? Я не хочу, чтобы об этом знали родственники. Они считают меня выжившей из ума, будут насмехаться. Но я действительно видела эти следы на балконе. И это уже не в первый раз. Как-то ночью кто-то хотел в дом залезть. Потом меня чуть машина не сбила. Такая большая, черная. Не знаю, Вера Ивановна, вы извините, но… Сергей, у меня к вам деловое предложение. Между прочим, она предложила мне заплатить, чтобы я нашел злодея. Неплохо заплатить. Не, Сереж, ну, впрочем, решать тебе. У тебя-то как дела? Опросил соседей Борисюка? Опросил. Все в один голос твердят, что он сволочь редкостная, и никто его в доме не видел. Меня знаешь больше всего, что волнует, Сереж, соседка его. Была очень напряжена, такое ощущение, что хотела мне что-то сказать, но как-то не решалась. Да испугалась и все. С такой биографией, как у Борисюка, знаешь, ему убить человека, как глазом моргнуть. Понимаешь, Серег, не похож Борисюк на человека, который будет труп цветочками обкладывать. Почему не похож-то? Ну, понимаешь, он прямой, как трикопейки. Ну и что? Знаешь, такой типичная криминальная быта. Ну и что? Ну такой готов убить и глазом не моргнуть. Но без вот этих вот… Да, у него можно слышу поехать. Здравствуйте еще раз. Администратор сказала, что вы здесь. Я хотела позвонить, но потом подумала, что лично лучше будет. Это вот Настя, соседка нашего героя. Вы, наверное, все-таки решились мне что-то рассказать. Вы не стесняйтесь, можете рассказывать при нем. В тот день, когда я возвращалась домой с работы, я увидела, как Борисюк приставал к какой-то девушке. Я даже хотела побежать в полицию, но потом она вырвалась, ему кто-то позвонил, он быстро поговорил и пошел домой. Я шла за ним, а потом он зашел в квартиру. Я даже подождала, пока он зайдет, ну, чтобы с ним на площадке не столкнуться. Что же мне сразу-то не сказали, а? Я его ненавижу. Он уже сидел за изнасилование, вы, наверное, знаете, но вот это была я десять лет назад. Я должна была рассказать вам и полиции, но вы понимаете, злость какая-то во мне сидит. И как представлю, что он за стенкой живет. Так прям хоть вешайся. Настенька, вы большая умница, что пришли. Вы смогли бы то же самое рассказать полиции. Товарищ Мельков? Да, что вы хотели? Можно вас на пару слов? Пожалуйста. Я по личному вопросу. Что? Я не представился. Я частный детектив. Меня зовут Макар Илюшин. А, ну все, можете не продолжать. Мне уже рассказывали про вас то, что вы любите совать свой нос, не свои дела. Так что покиньте территорию. И не надо вашего удостоверения. Оно здесь не поможет. Подождите, у меня на этот случай есть еще одно удостоверение. Это что такое? Взятка? Что вы? Это просто вознаграждение за оказанную услугу. Мне кажется, что компетентности вашего начальника недостаточно, чтобы раскрыть дело об убийстве Риты. Ну и что вы хотели? Мне нужно взглянуть на заключение судминэксперта. Вот здесь все. У вас две минуты. Так, смерть наступила с трех до пяти от удара тупым предметом в височную часть. В крови обнаружен препарат седативного свойства. А что такое ПервМосЛаб? Перенаправлено в московскую лабораторию. Так как с помощью наших технологий мы не можем понять состав вещества. А как вы думаете, что будет в окончательном заключении? Снотворное оказалось растительным происхождением, Серег. Поэтому, скорее всего, ее усыпили, а потом уже убили. Усыпили. Может, может. Вот. На празднике я познакомился с девушкой. Катя, кажется, зовут. Так вот, она рассказывала очень интересную историю. Шла как-то по лесу и вдруг неожиданно уснула. Вот как? Да. Утром проснулась, ничего не помнит. Вот я тогда подумал, что это действие какого-то сильного снотворного. А где живет Катя? Она где-то в поселке живет. Лох, Сереж. Зачем мне ее адрес записывать? Алена, можно? Присаживайтесь к нам. Все. Алена, а вы всех же знаете в поселке? Ну, да. Где-то в половине одиннадцатого я ушла из пансионата. Что было дальше, я вообще не помню. Проснулась часов в семь утра. Подождите, а где вы уснули? На площадке. Рядом с дачным кооперативом. У меня просто подруга там недалеко живет, и я к ней ночевать шла. А что, подруга даже не взволновалась, почему вы не пришли? Я просто ее предупредила. Я просто не знала, приду я или нет. Я ж не знала, во сколько праздник закончится. Праздник? Что-то отмечали? Да. У моего друга был день рождения. Ну, коллеги моего. В общем, я ушла в пол одиннадцатого ночи, а остальные все еще до полуночи гуляли. Катюш, послушай, скажи, а может быть, вспомнишь что-нибудь странное? Вот что произошло в лесу, когда ты уснула? Вы знаете, мне сны странные снились. Правда, мне такого вообще больше никогда не виделось. Все вокруг розовое, фиолетовое, все вокруг взрывается. Скажите, пожалуйста, а правду говорят, что Риту в лесу нашли? С чего вы взяли? Ну, просто у нас по поселку столько слухов ходит, и все боятся на улицу выходить. Говорят, что это он опять объявился. А он это кто? Маньяк. Мне бабушка рассказывала, двадцать лет назад здесь жил маньяк. И он за девушками охотился. И говорят, что одну в лесу нашли, цветами обложенную. Двадцать лет назад. Да. Катюш, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok